Здравствуйте, дорогие телезрители! Гость нашей сегодняшней программы — клирик храма апостола-евангелиста Иоанна Богослова, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Дмитрий! Здравствуйте, уважаемая Нина! Здравствуйте, дорогие телезрители! Отец Дмитрий, у нас в календаре православном существует один строгий пост длительностью в один день. Это 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Да, действительно, 11 сентября Православная Церковь отмечает неоднозначный, можно сказать, праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. Почему неоднозначный? Потому что, с одной стороны, в эту память приближаемся к самому великому человеку после Господа нашего Иисуса Христа и Божьей Матери Иоанна Крестителю. А, с другой стороны, в этот праздник произошло ужасное событие. По сути, злые люди отрубили голову этому великому человеку. Дело в том, что в то время в Палестине правило несколько правителей. И вот один из правителей, Ира Тантипа, в той местности, где жил Иоанн Креститель, совершал пир, на котором праздновал свой день рождения. Его любовница сказала, чтобы ее дочь танцевала перед Иродом Антипой, и она очень угодила ему своим танцам, своими такими нечестивыми движениями, можно сказать. И пообещал ей до полцарства даже, чтобы она просила, что она захочет. И вот она пошла посоветоваться со своей матерью. А Иродиадам очень было зла на Иоанна Крестителя, потому что он обличал Ирода за то, что он неправильно себя ведет, нечестиво, сожительствует с ней. И Иродиада посоветовала ей, чтобы она просила голову Иоанна Крестителя. Так как он сказал при многих людях, пообещал отрубить голову Иоанну Крестителю, он повелел это сделать, и воины его привели его приказ в исполнение. Но, к сожалению, он, вернее, не к сожалению, а как факт, он тоже слушал Иоанна Крестителя, и он тоже переживал, что сделал, но сделано было. Да, вот есть такие неоднозначные, были такие неоднозначные люди в истории. Например, Иоанн Грозный приехал в один монастырь, все хорошо было, его хорошо приняли, и он ни с того ни с сего взял и отрубил голову настоятелю. А потом взял же этого настоятеля на руки и поднес отпевать его. Вот такой же, наверное, был и царь Ирод. Он и уважал Иоанна Крестителя, но, с другой стороны, проявил такое малодушие и угоду своей страсти и людям, которые желали зло Иоанну Крестителю. Ну, это человек, одно из имен, как говорится, Иоанн Претеча, то есть человек, который был перед Господом и родился перед Господом. И его путь заключался в том, чтобы он сказал людям, что вот пришел Господь, то есть он крестил его. По нашим мирским меркам он его представил пред миром. Там были слова, да, что говорит, я не достоин даже дотронуться до твоей обуви. Он сказал, кто это. И потом еще и положил за веру свою голову. То есть Иоанн Креститель положил свою жизнь во имя Господа. А вот есть случай, батюшка, мне хочется сказать, вот поднять такую тему, она немножко неоднозначна, она немножко неприятна, можно сказать, может быть, для нашего зрителя. Это когда человек не ценит свою личную жизнь, когда приходят к нему какие-то моменты жизненные, и он самостоятельно отдает свою жизнь неизвестно кому, ну, собственно, известно кому. Лишает себя жизни самостоятельно. То есть мне бы хотелось поговорить сегодня с вами, как с духовным человеком, о суицидах, о том, когда люди сами распоряжаются своей жизнью не во имя Господа полагают ее, а прямо скажем, отдают себя в руки нечестивому. Это очень важная тема, актуальная, потому что по статистике каждые 40 секунд на земле происходит самоубийство. И очень разные есть причины, по которым человек самовольно уходит из жизни. Кстати, 40% по той же статистике неизвестно, по каким причинам люди уходят из жизни. Ну и есть, конечно, и из-за болезней, из-за каких-то проблем, из-за несчастной любви и так далее, и так далее. Ну что же, как вы считаете, вот на самом деле, может ли этот человек делать с точки зрения православия, веры? Не будем говорить. Каждый человек мирской скажет, что хочу, то и делаю. Мы здесь будем говорить о духовности и о том, куда идет эта душа. Конечно. Чему это приводит? Дело в том, что в жизни у человека накапливаются нерешенные проблемы, и духовная пустота, которая способствует современность, усугубляет эти проблемы. Человек пытается эту пустоту как-то заполнить чем-то, но у него не получается, потому что мы знаем, вот с православной точки зрения, что кроме Бога, по сути говоря, до конца человек не может наполниться. Его никто, ничто не может наполнить. То есть он не может найти себя. Потому что человек сотворен настолько глубоким Богом, насколько бесконечен на самом деле сам Господь. Поэтому ничто земное не может человека наполнить до конца. Ни власть, ни деньги, ни карьера, ни наука, ни искусство, ни любовь в понимании земном плане и так далее, и так далее. Только счастье полноценное можно приобрести в единстве с Богом. И вот на самом деле феномен самоубийства, он противоречит вот этот такт человека ужасный. Он противоречит идее создания человека Богом для вечной жизни. Человек лишает себя вечности таким образом. Ну как по православию, в общем-то, вы сказали, вечности лишает. Куда направляется тогда душа, если она вот самостоятельно разрешилась? Душа, к сожалению, направляется туда, где нет Бога. Мы знаем, что место, где нет Бога, называется ад, а место, где царствует Бог, называется рай. И человек направляется в ад, почему? Потому что он отринул от себя, по сути, Бога. Он отринул от себя самый большой дар жизни, который Господь ему даровал. Поэтому Господь его любит. Господь каждого человека любит. Каждого человека любит, как свое дитя. Мы есть дети Христовы, Божьи. И он создал человека для того, чтобы человек жил с ним. Чтобы он не думал о самоубийстве, а чтобы он шел по пути в Царство Небесное. Понятное дело, что у человека грехи... Неразумение, непонимание, все, конечно, будет, но это путь познания. Он борется. Правильно, путь познания у него самого себя, если начнем с этого. И человек отвергает от себя волю Божию, свое предназначение, предназначение для вечной жизни. И, конечно же, поэтому Господь насильно никого не тащит в Царство Небесное. Он уважает свободу человека. Одно из качеств образа Божия, по которому создан человек, это свобода. Как любовь, как творчество, как бессмертие его души. Вот одно из качеств — это качество свободы. Мы знаем и из Священного Писания, и из Священного Предания, что человек, совершивший такой поступок, не будет прощен. Ни в этом веке, ни в будущем. Почему? Потому что... Не потому что Господь является каким-то тираном, его обидели, и он настолько обидчив, что не может простить. Совершенно нет. Человека Господь не может простить, который совершил самоубийство, потому что человек не может принести покаяние. Когда человеческая душа разлучается с телом, она уже не может измениться сама. Она может... Она такая, как есть, и больше другой не будет. Вот человек научился здесь обижаться, гневаться, обманывать, бить ближнего и так далее, и так далее. Совершать гнусные поступки. Да? С этими поступками, с таким качеством своей души он и перейдет в вечность. Там что-то не может поменяться. Может поменяться в какой-то степени по молитвам церкви и по молитвам живых, да? Потому что связь наших душ, она, несомненно, существует. Но представляете, сколько нужно молиться и как нужно молиться? И скольким людям это нужно делать, чтобы человек изменился? Поэтому и говорят, что для того, чтобы заработать эти молитвы на земле, нужно, можно сказать, утопить человека в добре. Чтобы человек всю жизнь о тебе помнил. А если человек сам лишил себя жизни, он не задумывался о последствиях, о родственниках, в каком они состоянии останутся, да? У них, может, потом и не будет сил за этого человека молиться. Есть молитва преподобного Льва Оптинского, в которой есть такие слова. «Взыщи, Господи, раба такого-то, и аще, возможно, помилуй, и если возможно, помилуй». Эту молитву можно произносить только дома. Да, в храме ни в коем случае. Не подавать на… Не привлекать общественную молитву, потому что… Напоминовения не подавать ни в коем случае. Нельзя напоминовения в церкви на бескровную жертву подавать. Почему? Потому что церковь таким образом педагогически относится к своей пастве. Говорит, что посмотрите, люди, как человек, совершивший такой тяжкий грех после этого акта, не может себе найти покой. И что церковь за него не будет молиться. Это очень важный момент, потому что многих людей таким образом в истории церковь предотвратила и уберегла от таких решений. Но многие люди, многие родственники, близкие, у которых ушли таким образом близкие из жизни, конечно, мучаются, конечно же, находятся в ужасном состоянии, в тяжелом. И церковь, понимая, что человек, совершивший самоубийство, принял это решение самостоятельно, а родственники находятся в тяжелом состоянии, идет им на встречу. И в 2011 году был разработан специальный чин утешения родственников-самоубийц, когда священник может послужить утешительным молебеном для таких людей. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать следующее. Прийти в храм и попросить батюшку помолиться вместе, чтобы Господь послал свою благодать, которая единственная, по сути говоря, может утешить человека в его горе. То есть попросить утешительной молитвы? Может попросить наш прихожанин или даже просто человек, который вдруг решил все-таки, чтобы ему стало легче. Если человеку не в моготу по здоровью, он лежит и не хочется ему жить, потому что это мучения и жуткие, и он просит, чтобы его или сам прерывать в жизни, или, допустим, он без сознания, то просит эвтаназии. Как церковь относится к этому православная? Людям, которые готовы совершить самоубийство, кажется, что они имеют право на... Разрешить свою жизнь сами, да? На вот такой акт, на глотаться таблеток или подписать документ об эвтаназии. Но дело в том, что если человек христианин, если он верующий, он имеет такую внутреннюю поддержку, внутренние силы для того, чтобы перенести тот крест, который ему Господь дает. Конечно же, самоубийство не за три секунды совершается. Человек к этому должен прийти. Может идти всю жизнь, да. Должен прийти. К сожалению, страсти наши греховные, они не дремлят, они постепенно окутывают сердце человека, если человек не борется с ними, потому что человек не может стоять на месте. Он или идет вперед, или поднимается вверх, или назад идет, спускается вниз. Вот он постоянно в движении. Вот поэтому святые отцы призывают постоянно совершать такое трезвение. Трезвение — это бодрствование в духовной жизни, постоянно вести духовную жизнь. Или молиться, или читать Священное Писание, или работать. Не зря говорят, что праздность — это мать всех грехов. Поэтому если человек борется с грехами, то он может перенести самые тяжелые моменты в своей жизни. Если он стоит на месте, плывет по течению, то он, конечно, слаб и не может побороться с этими искушениями. Нужно еще сказать то, что часто суицид совершает как и молодежь, так и 90-летние старики. Молодежь почему? Потому что у них еще не сформировались жизненные ценности. Они не имеют понятия о смысле жизни. Да, мировоззрение ограниченное. Люди более старшего возраста, с высшим образованием, они тоже не задумываются часто о смысле жизни, плывут по течению. И поэтому теряют веру часто. Последние остатки веры, идеализма, с их души расхищаются вот эти понятия, пропадают последние следы образа Божьего. И человек принимает решение, что все, мне надоело, я намучился, хватит страданий, хватит жить. За что мне это? И за что мне это? Как мятежник сам уходит добровольно из жизни. Основа этого всего в неверии, в хуле на благость Божию. В конце концов, у человека умершляется дух, отходит благодать Божия, которая его может спасти. Ну это, конечно, ужасно. То есть, что бы вы посоветовали человеку, если приходят у него вот такие мысли? Я думаю, и православных тоже иногда посещают такое ускушение. Потому что бывает, складывается и в семьях, и с детьми проблемы, и еще что-нибудь. Вот вы как бы, как бачка, что он посоветует, если такие мысли пришли в голову и неотступны? Первое, что, конечно же, нужно обратиться к Богу. И обратиться это не формально, а искренне, от всего сердца. Стать перед иконой, можно даже не в храме, дома, и поговорить с Богом, как своим отцом. И от всего сердца поделиться своей болью, своими неприятностями, своими теми проблемами, которые окутали душу. И Господь тут же услышит. Не пройдет долгого времени, как вы увидите, что тут же Господь послал свое утешение. Может быть, эти проблемы сразу не уйдут, но у вас появятся силы их решать. И путь, который вы увидите, как разрешить их. Да, и нужно помнить, что нет безвыходных ситуаций. Ну и, конечно же, прибегать к тем рочествам, которые предлагает Церковь уже не одно тысячелетие. В святых таинствах, то есть в таких священодействиях, в которых поддается благодать Божия, человек может обрести настоящие силы не только для реализации этой жизни нашей земной, но и для приобретения вечности. И вот, дорогие телезрители, может быть, кому-то и в данный момент, когда идет наша программа, очень тяжело и безысходно, все-таки по собственному опыту, я говорю, что придите и поговорите с батюшкой, покайтесь, примите причастие, которое вас благословят, и будет легче, действительно реально легче. Спасибо вам огромное, отец Дмитрий, за нашу беседу. Она, конечно, не маленькая. Есть много вопросов, которые мы могли бы еще поднять. Я надеюсь, мы еще встретимся и поговорим. Но что бы вы пожелали нашему зрителю, вот такому зрителю, который, может быть, шатковалка стоит в жизни? Я хотел бы пожелать то, чтобы вы, дорогие телезрители, задумались о том, что человек состоит не только из тела, но и из души, что есть не только физическая жизнь, но и духовная жизнь. И попробовали жить такой жизнью. Духовная жизнь, о духовной жизни рассказана и в Священном Писании, и в церковном предании, в творениях святых отцов. И вот хотелось бы, чтобы вы ее попробовали. Когда человек ее попробует, она обязательно ему понравится, и он будет ее развивать дальше. А если ее развивать, развивать эту духовную жизнь, то у человека будет основа для борьбы с различными и вообще с любыми искушениями. Спасибо вам за интересную беседу. Всего доброго. До свидания, дорогие телезрители. Я надеюсь, мы еще не раз встретимся и о многом интересном духовном узнаем. Спасибо и вам, Нина. До свидания, дорогие телезрители. Программа выходит по благословению владыки Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok